Приветствую вас. Вы знаете, я вижу некую проблему в первую очередь в том, как вы воспринимаете новое. То есть я вижу некую проблему в том, что много лет для вас обеспечение было обязанностью и по факту выживания, средством, ну я не знаю, обеспечения себя каким-то социальным статусом, обеспечения себя какой-никакой работой и прочее. И за эти годы вы просто приучились не слушать свои желания, а приучились делать то, что надо и все. Проблема в том, что то, что надо, оно не всегда, точнее очень часто, оно идет в противоречии с тем, что вообще хочет человек, что ему нужно, в чем он нуждается, все для него важно. И я так полагаю, что вы себя заставляли очень много лет заниматься каким-то вещами, чисто просто достаточно, чтобы быть привлекательным и прочее, прочее. Но когда достигли определенной планки, причем эта планка скорее всего была установлена опять же не вами, а каким-то вот таким определенным, если угодно, стереотипом, если угодно, определенным таким шаблоном, да, мышления. Вот. То вы, братцы, нас все это забили. То есть, если вы нас все это забили, значит, вам это просто не интересно. И вот если бы можно было бы, я бы вам задал такой вопрос. Вот если бы мы с вами были на терапевтической сессии, я бы вам задал вопрос. Вот вы говорите, как научиться трудиться, да, как научиться, приучить себя трудиться, точнее, говорите вы. Во-первых, не то же самое, приучить себя трудиться, вы повторяете, что когда-то повторяли себе при обучении. Дальше. Что такое труд и чем труд отличается от работ? То есть, ну, труд. Есть труд, есть работа. В чем разница между трудом и работой, да? Это два разных слова. Означают они схожие, но разные действия. Важно понимать, какое. Вот. Дело в том, дело в том, что труд – это деятельность, которой человек – раб. Вот, условно говоря, условно говоря, я занимаюсь сейчас тем, что записываю вам ответ. Я тружусь. Это не работа. Работа, когда за это человек получает деньги. Это работа. Я тружусь. Вы работаете, и вы получаете это деньги. Вы не готовы трудиться, но вы готовы работать. Чтобы трудиться, нужно прочувствовать, что вам важно. Как вы понимаете, прочувствование, что вам важно, оно не связано с приучиванием. Оно связано, скорее, с таким больше свободным поведением. Оно связано больше с какой-то такой вот спонтанной импульсивной деятельностью. Вот. И здесь просто нужно исследовать ваши чувства, исследовать, исследовать, отбирать, отсеивать все, что не ваше, все, что вам не нужно, все, что… Исследовать, 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 исследовать. Мне лично кажется, что и сериалы, и ВКонтакте, вот вы, как говорите, заходите в ВКонтакте и смотрите сериалы, и да, это то же, что вы себя по большому счету заставляете, я бы не сказал, что это прям вау, то, что вам нравится. Дальше, по поводу панических атак от изучения чего-то нового. Я думаю, это связано с переживаниями, которые у вас были в, так сказать, горячее, в кавычках, время. То есть, горячее, в кавычках, время, когда вы не могли не учиться и не могли не изучать что-то новое, у вас выработался страх. Если вы изучаете что-то новое, значит, вы опять заступаете в стадию выживания. То есть, вы, вот, не прожили, вероятно, до конца этот страх, вам просто некому было его выразить. То же самое, лично, мне кажется, и происходит с панической атакой. То есть, здесь, вот, паническая атака, она, это страх, это угроза, вот, для вас изучение чего-то нового несет угрозу. Вопросом, какую и чему, вот, и как с этим взаимодействовать. Повторюсь, взаимодействовать, не защищаться, взаимодействовать, это важно. Дальше. Чувство стыда, которое вы испытываете, когда вам указывают на какие-то, вот, недостатки, связанные с тем, что вы сравниваете себя с другими людьми. И это непринятие себя, которое не могло быть ввиду вашего детского и подросткового опыта, вот. И, в общем-то, это непринятие себя, непринятие своих ценностей, своей ценности, безусловно, тоже очень сильно влияет. И это, да, не мотивирует. Вот. А дальше. Что касается родителей, то, ну, есть довольно сложная история. Вы говорите, что, может, родители виноваты, что они не тратят деньги на развлечения, а, ну, здесь вы перекладываете ответственность на родителей, потому что, да, когда вы были маленькие, конечно, они на вас влияли, но сейчас это все уже ваши выборы. То есть, вы делаете это в своей жизни, это ответственность ваша. Другое дело, что, вероятно, ведь вы живете, вы живете, по факту, так же, как ваши родители начали. Вот, по факту, вы живете так же. И получается, что вы проигрываете в своей голове те установки, те шаблоны, те ценности, которые были ценные родителям. Вот и все. Большой насчет. Это в такой момент. Дальше вы говорите, что это меняет. А что именно меняет? То есть, вы говорите о переменах, но о каких именно переменах вы говорите непонятно. И, естественно, что какие-то неопределенные перемены, не пойми в какую сторону, они, естественно, страшятся. И, в общем-то, необходимо все-таки какой-то вектор определить. А вектор определяется вами на основе того, опять же, что важно. Дальше. Вы говорите, что у вас на работе происходят нервные срывы. Это означает, что вы напряжены. Это означает, что вы находитесь в постоянном нервном напряжении, что, собственно, и периодически выражается, в том числе и в панических атаках. Панические атаки – это такая вот психиатрическая история. Вот. И, вероятно, вам необходимо не проверять шитовичку, а обратиться к клиническому психологу, либо психиатру. Чтобы он вам назначил некоторые препараты. Вот. Эти препараты, они помогут вам облегчить ваше состояние и лучше воспринимать психотерапию. Вот. И, соответственно, после приема этих препаратов, вы занимаетесь психотерапией с выбранным вами психологом. Сможете, в общем-то, свое состояние разобрать. Потому что, ну, чувствуется, что вы очень сильно оторваны от своих чувств. У вас такое вот, своего рода, депрессивное состояние, оно такое подавленное. Вот. И я бы здесь, вот знаете, я бы здесь, наверное, поступил бы как. Эээ... Знаете, эта история о том, что... Ну, вы знаете, как происходит? Эээ... На терапевтических, опять же, сессиях. Эээ... Приходит человек. И он... Эээ... Вот. У него... У человека... Эээ... Вот. Запрос, да? Как у вас. Ну, в вашей ситуации, как у вас запрос. Ну, вот он... Эээ... Эээ... Не... Слышит своих желаний, да? То есть, любой какой-то вопрос, любой какой-то вот... Эээ... Любая обратная связь со стороны терапевта, она... Эээ... Запускает привычные шаблоны... Эээ... Либо привычные... Либо привычные объяснения. Эээ... Эээ... Действительно, такой, свой род однажденный круг. И здесь... Эээ... Основной центральной идеей является... Эээ... Помещение человека в... Эээ... Ситуацию... Эээ... Эээ... Непривычную для него. Эээ... То есть, по большому счёту... Эээ... Эээ... У вас есть фон. Эээ... Эээ... Ну, вот этот такой... Ээээ... Психологический, вот такой. Сори... Сори... Фо... Фон. То есть, вы... Аээ... Постоянно себя отвлекаете от чего. Да? Вот. Я думаю, что... Например, на терапевтической сессии... Аэээ... Вы могли бы или сами это сделать. Аээ... Просто поместить себя в ситуацию, когда... Ничего нет. То есть, поместить себя в ситуацию определенной депривации. Когда ничто на вас не воздействует. Отложить телефон. Желательно отдать... Отдать мужу и попросить не возвращать ээээ... Ээээ... На выходные пару дней. Нотбук там, не знаю, отдать тоже мужу, попросить не возвращать. Отдать... И вот просто позволить себе в этом состоянии находди... Находи... 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 Находиться. Может это не подействует. Может быть это не подействует. Потому что вы все-таки будете находиться в свободном... Таком состоянии, свободном плавание. Тогда... А тогда можно применить фрустрацию, это уже на терапевтической сессии, когда вы платите деньги специалисту и просто молчите. То есть специалист просит вас телефон не брать, то есть телефон брать, ну понятно, что например, дистанционная работа, она, ну как бы все на честном слове, да, держится. Вот, потому что, например, я вас не вижу, не видите меня и как бы я не вижу, телефона вы нет, а если даже и видел бы вас, то вам никто не мешает там телефон положить на стол, где камера не показывает, либо на колени, где стол закрывать, или вообще вы можете общаться по аудио видеосвязи через телефон, извините, никто нам не мешает там нажать кнопочку и, в общем, параллельно с разговором кто-то смотри, да, а делать вид, что вы смотрите там, допустим, на меня, ну вот в камеру, как бы, вот, поэтому здесь все держите исключительно на честном слове. Вот суть в том, суть в том, чтобы вы оказались в некомфортном для себя состоянии, непривычном для себя состоянии, которое бы порождало бы определенные чувства. Вот. И, соответственно, это подключило бы неким таким трамплинам для выработки определенного эмоционального состояния. Следующий момент, который я хотел бы отметить, это то, что вы говорите ненормально для девушки 28 лет. Вот, я не знаю, замечаете ли вы, нет, но это то же самое, как и приучить себя, то есть, приучить себя заставить, как вы себя заставляли, а нормально для девушки 28 лет, это, опять же, привычное мышление в плане того, что нормы, шаблоны и прочее, прочее, прочее. Ну, как бы, понимаете, определенные шаблоны, они, конечно, есть, и определенная система, она, конечно, тоже есть. То есть, никто не говорит здесь об анархии, это нужно понимать. Но, речь идет о том, что в рамках, вот, определенной системы найти себе что-то по душе, и в рамках той свободы, которая представляет система, в рамках той свободы, да, раскрыться там максимально полной, возможно, с чего чего-то добиться. А я думаю, вы не будете спорить с тем, что вам сейчас ничего не интересное, вам сейчас ничего не нужно. С вас нет с тем, что вы свои чувства подавили. И вот именно с этим нужно и работать. Такая, знаете, достаточно тягучая, неторопливая, длительная, порой, ну, это зависит от клиента. Работа связана с, вот, нервными срывами, как вы говорите, связанная с агрессивностью, потому что клиент может агрессировать на терапевта и говорить им, вот, ты ничего там не говоришь, ничего не помогаешь, вот, это абсолютно нормально, конечно, может даже уходить от терапевта такого, вот, при такой работе. Ну, вот, ну, здесь это вот так, это происходит именно так. Вот, понятно, что есть определённые детские, у вас травмы и обиды на родителей, это вот то, наверное, что составляет ядро ваших эмоций, тлеющих, как бы, где-то вот на дне сознания и на поверхности под сознание. И, возможно, в эту сторону обратить, обратить, в первую очередь, нужно ваше внимание. Я думаю, что это уже можно было бы решить непосредственно при беседе. Но, в целом, ваш вопрос, который вы задаёте, как вырваться из шестилетнего анабиоза, да никак. В том плане, что, а зачем? У вас есть определённая вторичная выгода. Вы защищены от всего нового. И вот, начало, это угроза всего нового, это ваше острое чувство, которое вызывает паническую атаку, что, кстати, является защитой. Вот. И ядро это, вот, взаимоотношение от родителей, в частности, обиды на маму. Вот. И, возможно, обиды на родителей, что вот ничего не покупали. Вот. Опять же, не вы говорите, что я ничего не праздную, не умею всё-либо праздновать. Так. Опять же, ценность-то. Ценность. Эээ, что-то, что-то самое. Понимаете? То есть, ценность нужна. Ценность и цель. То есть, чтобы что-то доводить до конца, иногда цель. Вот. Но нужно понимать, что цель, извините, за тавтологию, самым целью не является. У цели есть ценностный бэкграунд определенный. И без бэкграунда цель, это просто цель, которую человек не достигнет никогда, потому это пока есть цель, у него есть смысл жизни. И человек не хочет потерять смысл своей жизни, он боится этого. Вот. Поэтому я думаю, всё. И вы в некоторой степени не ставите себе цели, потому что у вас нет никакого бэкграунда эмоционального в этих целях. Ну вот. Такая вот история. А какая, например, у меня цель? Бесплатно отвечать на ваш вопрос, при условии, что вы можете даже не заметить ему ответ, не прослушать его, не станете слушать, или поставить дизлайк, например. Да. Ну. Я как бы трачу время, силы, а вы можете этого не видеть. Какая у меня цель? Какая у меня цель? Какая у меня цель? Знаете? Вот для сравнения, как бы, для сравнения, как бы, этот момент. Вот. Друзья ваши, вот последнее, на что хотел обратить внимание. Друзья ваши, делают вам замечания, но опять же, что вы понимаете под замечаниями, замечаниями, во-первых, всё-таки представления об этом у всех разные. Вот. Мне кажется, что он сделал замечания некорректно. Потому что это такая критика, критика совет, получается. Вот. Я не думаю, что это хорошая история, если честно. Вот. Но с другой стороны, если друзья так собавятся, они вас не принимают полностью. И здесь ваше желание общаться с ними, оно понятно, потому что вы чувствуете, что эти люди вас полностью не принимают. Они не знают вас. Они не знают вас настоящего. А вы настоящего себя, возможно, никому и не показываете. Даже мужу. И даже, вероятно, себе. Даже себе, вероятно, вы не показываете, какая вы настоящая. Ну так. А Джон тогда говорит. Вот. Если вы не знаете себя настоящего, то неудивительно, что вы стремитесь к инобиозу, как некой иллюзии стабильности. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом. Удачи! 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 Удачи!